Семья юного героя Паши Иванова так и не переехала в новый дом. Напомним, три года назад мальчик из Теренгульского района спас свою семью. На тот момент ему было всего 9 лет. При пожаре Павел вынес из горящего дома двух племяшек и вовремя разбудил маму за несколько минут до взрыва газового баллона. Подвиг не остался незамеченным. Правительство наградило смельчака памятными подарками и грамотами. В МЧС также оценили его храбрость. От государства были выделены стройматериалы, срубы, дерево на строительство дома. Все бы хорошо, если бы не проделки бессовестного соседа. Проще говоря, стройматериалы были украдены. Вот такой ушлый Марсель. Вывез всю Деленку практически. Вот около двора там кучка лежит. То, что осталось, Володя, вывез ее в ноябре. Баню дробить. Вот там баню начали рубить. Полбани срубленного. Вот еще половину надо дробить. Я увидел, как он возил оттуда. С полицией отказали в возбуждении уголовного дела. В прокуратуре тоже. Светлана писала и в областную общественную палату. Пока обещали разобраться, прошло три года. Дело стояло на месте до тех пор, пока весть не дошла до администрации губернатора. Глава региона поручил чиновникам срочно разобраться в ситуации. Новость дошла и до федералов. Представитель общественной палаты Российской Федерации от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева посетила семью. Насколько я знаю, у нас дело сдвинулось с мертвой точки. К сожалению, вот так получилось, что по вине нечистоплотных людей семья не смогла построить себе дом на те выделенные средства и возможности, которые были. И теперь придется разбираться и следственным органам, и прокуратуре с этими нечистоплотными людьми. Гостью привезла подарки герою Паши. Смартфон и полотенце с символикой сборной России по футболу. Мальчик настолько обрадовался вниманию, что захотел прочесть любимое стихотворение. А фанатист, а фанатист свет, весенний дождь. И все светло перед окном, разы облак солнца влезет. И воробей своим кривом, в песке купается три песни. А у снега для земли купается, двинется завес. И будто золотой пыли стоит за ней, опускает лес. Две капли брезного стекла. Вот липт душистым медом тянет. Что-то с саду подошло, по связям листья барабанит. На данный момент этот скромный, но отважный мальчик живет вместе с мамой и сестрами в доме у родственников. Глава семейства работает вахтовиком. На 40 квадратных метрах ютятся 6 человека, 3 пушистых кошки. Большая семья не унывает и надеется на справедливый исход ситуации. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Новости Управда ТВ.